Второй день подряд. Природа нас радует красиво и всем закатно. Только посмотрите на эти краски. Посмотрите, сколько добра. Давай, давай, давай. Такой праздник без подарков. Ой, ё-моё! Я в восторге от детей. Докатились, мне дарят книжки. О, не просто наклейки, вот. О, господи. Ну что, начинается самый кайф. Посмотрим. Это здание отдельное, это здание гостиной. Здесь три, на территории три домика. Входная группа, где у нас расположилась Playroom. Там мы храним всякие игрушки. Там спальни, два этажа. По одной спальне на каждом этаже. Здесь бассейн. Мы празднуем день рождения Леры в отеле на Сейшелах. Но даже сюда нам удалось привезти. Это ощущение праздника. А какой праздник без подарков? Посмотрите, сколько подарков. Лер, ты где? В общем, девочки, такие девочки. Начинаем мы, конечно же, обзор подарков со шмоток. А шмоток в этом году получилось ультра много, потому что дарили все, не сговариваясь. И каким-то волшебным образом пока что мы не увидели повторений. Мне уже не терпится приступить, но сперва решим для себя. Я уже развесила одежду по цветам, как это я люблю в гардеробе. Этот образ, кстати, тоже из подарков. Я в восторге от джинсов. Я бы сама хотела себе эти джинсы. Покажись, повернись задом. Это тоже джинсы Dolce & Gabbana. Ремень Dolce & Gabbana. В этом году нам захотелось безумно брендов. И посадка у джинсов потрясающая. Даже несмотря на то, что Лерыч у нас супер худенькая. И обычно низ мы покупаем на несколько лет младше. То есть ей, например, сейчас 11. А низ бы я ей спокойной душой покупала на 8. Но из-за длины ног приходится подниматься до 10. И все равно они ей велики. Посмотрите, как она затягивает их на ремень, чтобы они не упали. И посмотрите, как классно смотрятся эти джинсы с белой майкой и с белыми кедами. И ничуть не хуже с рубашечкой. И с рубашкой эти джинсы смотрятся ультра круто. Особенно рубашечкой. Вы посмотрите, правда, тут лук получился тотал дольше габан. Пока доставали платье, наткнулись на эти брюки и поняли, что стоит примерить их с этой майкой. Несмотря на то, что они на 10 лет, А Лере, на секундочку, 11. Они все еще велики. Как и в талии, так и по длине. Но велики немалые. Покажись мне. Очень круто. Я тащусь. Так. Идеально удалось подобрать по интернету размер сандалий и платье в стиле Wednesday. Покажись. Сейчас заплетем косички, и образ будет готов. Дальше пойдем просто по вешалке, а вешалку за вешалку покажем. Вот такие брюки с топом. Ты уже мерила их? Да. Подошли? Топ. Барышковат, но брюки подошли. Брюки подошли? И Дарья подошла на брюк или она затягивается? А здесь резинка. А ток немножко бельковат, да? Платье Fendi, сандалии Fendi. Образ Wednesday получился. И платье можно носить до бесконечности, мне кажется. Сейчас оно у тебя ниже колена, а спустя несколько лет будет коротеньким, и все равно будет классно смотреться. И поясе я такое же купила, так что у вас будет... Капл, как сказать, двойной лук, двойной лук. Так, ну что, давай покажем остальные вещи? Юбочка вот такая вот, она большая, велика, так что она выросла. Это такой фарточек, топ-фарточек спереди, щит, сзади щит, застегивается на пуговку, оторочка в виде вот такой вот рюши по периметру, по всему периметру, а по бокам связывается на лентах. Поэтому, что? Правильно, этот топ можно носить до скончания веков. Просто будет становиться больше, развязываешь завязочки, а то будет становиться просто короче. Такое платье-рубашка. Посмотрите. Пышная юбка. Здесь эмблемка Наташи Цинко. Юбка многослойная, здесь сеточка с торочкой, а под ней несколько слоев фатина, и по самой нижней, это хлопчатобумажная юбочка. То есть платье легкое, дышащее. Смотрите, как классно смотрятся с кедами, но эти кеды немножко великоваты для этого платья. Маленькие кеды, не такие кромосткие, будут смотреться очень круто и интересно. Это прям юбка из моего детства, потому что в моем случае я помню подготовку к выступлению на Новый год на курсах английского. Джинсы потрясающие. Кто это? Это Райф Ларан. Посмотрите, какой, во-первых, цвет потрясающий. Джинсы. Принты на морскую тематику. Дельфины, киты, морские узлы, якоря. Обратите внимание, да? Двойной кармашек здесь, наискосок. Классика жанра карманы на попе. Еще один кармашек здесь для какой-то молочевки. Заходи. Это просто нереально. Только посмотрите на этот оттенок. Опять-таки пыльные розы, но из-за того, что атлас такой поблескивающий, оттенок стал более сияющим. Пудровый. Вот пудровый, наверное, этот цвет называется. Скорее так. Посмотрите, как красиво. Какой сразу взрослый стала Лера. Посмотрите на эту идею. Асимметрия. Я обожаю асимметрию. У рукавчик фонарик на резиночке. Натуральная ткань. Не потеет. Не потеешь. Ткань дышит. Лямка с другой стороны. Диагональ. Не прямая. Здесь складка нашита. Господи, Зара, ты просто гениально. Классика жанра. Мне кажется, у каждого из нас в детстве был такой сарафанчик. Помните? Такой сжатый хлопок. Клеточка бело-черная. Сарафан Фензи точно на вырез, потому что оказался велик, несмотря на то, что он рассчитан на 9 лет. Обожаю такие вот идеи асимметричные, вырезанные пока. Безинка. Здесь бархатная лента на талии. В принципе, тоже носить можно долго, потому что потом талия поднимется под грудь, и будет платье а-ля Наташи Ростова. Мелкий-мелкий бархатный горошек. Вот оно какое. Такой оботок тюрбан, бархат. Извини. Немножко припущены волосы здесь, у лица пущены. Рукавчики-крылышки присборенные. Посмотрите, сколько добра ожидает нас еще в этих коробках. Здесь подарки от папы, от бабушки и от других родственников. А это подарок маме, представляете? Про меня не забыли. Такой укороченный кром-топ с резинкой по низу. Декоративная деталька в виде принта ромашки или маргаринки на груди. Похожие, да? По фасиону на платье Фензи сарафан от Zara. Тоже открытые бока в талии. С перекладиной и с пояском. Посмотрите, какая вязаная из жгута с вышка. Все, Лере не терпится. Если честно, мне тоже. У меня просто терпение. Мне нравится растягивать удовольствие. Давай, 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 давай. А, это бабушки. От бабушки, наверное, подарок. Допишите, бабушка Лера. Какой красивый почерк. Тащим, 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 тащим наш укромный уголок. Какая красота! Еще немножко шмоток. Давай. Я даже не знаю, где мне сесть. Мне хочется сесть. Я думаю, что это не у меня. Похожие! Это либо кофта мне, либо платье Поли. А, давай посмотрим на лейбле. Платье Поли, потому что вот все это. Четыре года. Это платье. Вот оно. Это Макс. Сейчас Макс проснется и будет играть в эту машинку. Давай. Это, как я понимаю, сон. Да? Фух, это огромное количество. Ну, я думаю, что ты сама решишь, что нужно тебе. Что ты хочешь вставить вверх? Сто процентов мне. О, Господи, какая прелесть. Вот это? Ну, я думаю, что я возьму это себе. Будем поделиться. Да, да, да. Покажи. Это гель-блестки для тела. Смешивай цвета. Создавай свой уникальный лук. И абсолютно правильный вещь для тела. Можно, гляну? Так. А это пудра для волос. Яркие цвета даже на темных волосах. Это вот видишь? А, поняла. Это Поля. Аля Мел. Спасибо. Поля будет в восторге. Смотри, какой... Это бальзам для губ. Видишь, радужный вот такого оттенка. Я думаю, что да. Что это? Вот это вот. Набор такой. Такой же был? Да. Не помню вообще. Я пропустила его. Понимаешь, как я тоже. Но, кстати, ты так спал. Ты уверена? Может, на день рождения дарили? Потому что я не помню. Мы точно его с тобой делали. Классный. Глосс пари. Какая принцесса к нам пришла. Просто какая-то кармана. Так, присаживайтесь за стол. Будем распаковывать подарки. Присаживайтесь. Залезайте. Это, Поля, ты абсолютно правильно открываешь. Это для тебя. Ура, какой миленький собачоночек. Макс, смотри, какой миленький для меня собачоночек. Полечка, ну-ка присмотрись. Кто это? Собачка. А, теперь внимательно. Максим, а ты как ты думаешь, кто это? На кого похож? Десенок. На кого похож? Ну-ка на картинку. У кого? Зальчик. У кого? Есть сумка на животе, и там он выращивает своих детишек. Кто это? Кенгуру. Кенгуру. Да, кенгуру. Мама Джози. Мам, а скрывай, пожалуйста. Более того, посмотри, что это? Это крема? Это, наверное, блески. А тут что? Смотри, здесь есть еще кто-то. Вон еще. Это что? Это помада какая-то. Помада. Представляешь? Максим. Правильно. А там на почерпке. А Максиму настоящая пожарная машина от бабушки. От бабушки тебе вот подарок. Осторожно, это фарфоровая статуэтка. Я тебе помогу ее достать. Но самый правиль в том... Кошки, какая красивая статуэтка. За волосики не бери. Волосики очень ломкие. А тут что? Да, видишь, они такие иголочками. И в ссоре, что это за клоун? Это не обычный клоун. Какой? Посмотри, для чего он? Поверти его. Это копилка же! А в копилку что вкладывают? Деньги. У тебя есть деньги? Да, у меня есть. Ну, послушай. Деньги? Да. Максимка, ты тоже поможешь, да, Поля? Сложи. Деньги хочу. Пожалуйста, помни мне. А то слишком много. У меня есть тоже своя денежка, и я ее тоже туда застану. Следующая по размеру. Давай. И еще немножко вещей. Это, я думаю, на меня. Да, на одно плечо. Асимметрия снова. Бабочка. Какой красивый сарафан. Очень красивый. Молодец какой папа. Вот тебе книжки. Смотри, какая. Приключение Чиполина. Читаем сами. И большая детская энциклопедия. Максеевыч. 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 Паду, лизу. Лизу. Ну что? Давай, давай. Давай. Иди тоже с Полей в ту комнату. Открывай. Мы продолжим здесь распаковывать подарки. Помоги. Помоги. Маме? Все хорошо. Пошли. А ты открывай дверь. Веди в ту комнату. Там откроешь. Саблю бери. А, ты мне помогаешь нести. Спасибо большое. Задом. Биби Ребекка Блэш. Что, тоник? Да, может быть тоненько. Красивый, нежный такой оттенок. Так, мы продолжаем снимать. Очередная коробка. Это порция подарка для меня. Докатились. Мне дарят книжки. О, мой бог. Это компьютер. О, господи. Как красиво. Она такая длинная. В пол просто, да, мне кажется? Нереально. Ты примеришь его? Да. Ну вот и все. Практически целый день мы посвятили съемкам этого видео. Разобрали все подарки, которые получила Лера на свой день рождения. Разобрали подарки, которые получили малыши. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии внизу. А я с нетерпением жду вас в моих новых видео. До новых встреч. Пока.